Ах, как хочется вернуться На эту улицу в Тридома, где все просто и знакомо на денек Пожалуй, строчки из этой любимой песни можно адресовать любому городку Даже самому маленькому, где ты родился, где ты вырос, где прошло твое детство Твоя юность, где ты впервые волнуясь, мчался на свидание Любимый горожанами парк культуры и отдыха «Зеленый остров» Тоже выглядел как-то по-другому Сегодня этот красивый уголок республиканской столицы Привлекает внимание своими ландшафтными решениями, сказочными героями, детскими аттракционами За много лет «Зеленый остров» превратился в большой парк развлечений и аттракционов Хотя когда-то из всех развлечений здесь были только качели, лодочка и чертово колесо, колесо обозрения Зато вот на этом месте располагалась большая танцплощадка Здесь звучала живая музыка и молодежь танцевала как-то вот так Хотя танцы частенько заканчивались выяснением отношений между представителями сильного пола Но время быстротечно и спустя почти пять десятилетий «Зеленый остров» превратился в современный парк культуры и отдыха О котором, благодаря интернету, узнали все россияне На этом с лирикой все Переходим к дивам насущным А они касаются темы озеленения республиканской столицы, ее городских улиц и придворовых территорий Вопросов по этой теме много, давайте разбираться Недоумения по поводу вырубки деревьев в городской черте в основном возникают у людей старшего поколения Которые помнят Черкесск утопающим в зелени Как, например, уроженца Орловской области Генрика Григорьевича Каменева Человека с удивительной судьбой Мастер на все руки Он принимал участие в строительстве Красноярской ГЭС Поднимал церену в Казахстане А потом судьба привела его на Северный Кавказ В небольшой областной городок Черкес Большой труженик прожил здесь более 50 лет 30 из них проработал на цемзаводе И проблемы городской среды знает изнутри Город мне понравился, ну, выше крыши Зелени, я помню улица Ленина Деревья смыкались И шел я по этой улице, как по тоннелю А помните старый этот музей был посреди где-то Ленина А там какие заросли сирени были Зелени было, удивление было Но это еще не все Проходит какое-то время Выхожу Не могу понять Запах духов Не просто А запах духов Тонких духов Я не целитель Я Шанель номер 5 Ногом позже понюхал Вот А это не могу понять И, значит, сходил на работу Пришел вечером С Федоровичем Хозяином Где я снял эту самую Я говорю, откуда у вас запах такой? Где чего вы разлили? А это, говорит, у нас акация застрела Какая акация? Я вышел, глянул Елки, правда, света Вышел в центр Я чуть не задохнулся От этого запаха Значит, где сейчас фонтан Вот это Весь островок Там была тьма тьмущая акации Понимаете? Но ходил туда Вдыхал И был на седьмом небе Вот настолько Мне черкесск понравился Это было что-то необыкновенное Акацию я знал У нас в Орловской области есть Ну, кусты Желтая акация А это деревья Если уж говорить о пользе зеленых насаждений То о ней нам известно со школьной скамьи Фотосинтез Растения поглощают углекислый газ Выделяют кислород Это все из учебников Но в результате эволюционного развития Человек с каждым днем Все больше отделяется от природы Подчиняя ее своей воле И борясь с неудобными для него Ее проявлениями Однако Как бы современный житель мегаполиса Не был далек от романтической эстетики Он всегда будет неразрывно связан Со средой Из которой вышел И потому О полезных свойствах зеленых насаждений Забывать не стоит Количество кислорода Которое имеется в воздухе Оно очень важно для жизни и здоровья человека Человек, который испытывает недостаток кислорода Он испытывает хроническую гипоксию Кислородное голодание К чему это приводит? Это приводит к нарушениям обмена в наших тканях И в результате Получается разрушение в нашем организме Я просто простыми словами говорю Просто такие термины, как Свободные радикалы Все из вас слышали Все знают, что с ними нужно бороться И что они причиной являются онкологии Ну что такое свободные радикалы? Это как раз таки продукты распада наших тканей Которые не получают достаточное количество кислорода То есть испытывают гипоксию Вот пожалуйста Мало кислорода Свободные радикалы Что способствуют к различным нехорошим заболеваниям Какая норма кислорода должна находиться в воздухе? Ну вот на берегу океана Всегда говорят Самое высокое содержание кислорода Там 21,9% В лесу, в экологической зоне леса 21,6% кислорода В городе, в городской среде Норма является 20,9% То есть разница ведет в процентах Даже в десятых сотых долях процента Но уже для человека это очень ощутимо Каждый из вас, наверное, сейчас задумается О том, испытывает ли он состояние гипоксии Симптомы постоянного хронического кислородного голдания Или гипоксии Это головная боль Хроническая усталость Недомогание Проблемы с памятью Когда человек не может сконцентрироваться Или трудности с запоминанием Это снижение зрения и слуха Это проблемы нарушения сна Когда человеку днем хочется спать Он сонливый, а ночью у него мучает бессонница То есть вот многие из вас Эти симптомы... Да, еще головная боль, сердечные боли Вот такие вот проблемы Многие из вас их испытывают Зачастую иногда врачи даже не находят причины этих проблем Говорят усталость Ну как бы усталость А с чего она усталость взялась? Вот все причины, они органического происхождения Гипоксия, недостаток воздуха В продолжении темы необходимо отметить Что роль зеленых насаждений В условиях большого города Можно разделить на две составляющие Экологическую и эстетическую Еще раз вспомним, что в процессе фотосиндеса Происходит так называемая переработка вредных газов в кислород Которого так не хватает в больших городах Также наши зеленые защитники Значительно уменьшают вредную концентрацию Находящихся в воздухе газов Кроме того, деревья служат средством защиты От загрязнений атмосферного воздуха Подходами производства и транспорта Ведь значительная часть пыли Оседает на поверхность листьев, хвои, веток и стволов Та пыль, которая нас с вами окружает Если имеется ветер и пыль, это поднимается в воздух Она может быть также источником различных видов неприятных заболеваний Но помимо аллергии, это еще могут быть различные инфекционные заболевания Ну просто такой момент Представьте себе, что такое пыль Это почва Вот собачка пробежала, извините за простой язык Что-то там сделала Человек, особенно если он болен Особенно если, к примеру, представить, что у него туберкулез Где-то там, извините, плюнул Все это высыхает, все это превращается в пыль Все это поднимается ветром и разносится Мы с вами, не задумываясь, вдыхаем пыль И в этот момент мы не подозреваем, чем мы с вами дышим Хорошо, если у нас хороший иммунитет И мы с вами делаем прививки И защищены от этих заболеваний Я имею в виду туберкулез Но если человек не защищен Или у него слабый иммунитет Или очень много пыли Тогда проблема Так вот, чтобы пыли было в воздухе меньше Нужно использовать пылезащитные свойства деревьев Потому что деревья на своей поверхности Осаждают огромнейшее количество пыли Например, в облиственном состоянии Дерево способно осадить на себе До 42% пыли имеющейся И даже без листьев в голом состоянии На ветках и стволах, на коре деревьев Оседает 37% пыли Чем больше деревьев, тем больше пыли В городской черте на них осядет И потом, когда пройдет дождь Это все смоется, попадет в пучеву И, в принципе, человек это не вдохнет В условиях современного города Шумовая нагрузка является одним из важнейших факторов Определяющих пригодность той или другой городской территории Для комфортного проживания людей Зеленые насаждения, в особенности имеющие плотную широколиственную крону Являются действительно эффективной мерой снижения уровня шума Деревья обладают шумопоглощающими свойствами И даже в различных строительных нормах и правилах Есть такой СНИП, защита от шума Это свойство используется Там рекомендовано при строительстве новых кварталов При разработке архитектурных проектов Использовать зеленые насаждения в качестве защиты от шума Актуально очень для тех людей, которые живут в черте города И их дома выходят на проезжую часть Если дом отделен от проезжей части деревьями То, конечно, огромную часть шумового эффекта Эти деревья нейтрализуют Так же, как и деревья, этими свойствами обладают и кустарники, и трава-газоны То есть, чем больше всего этого, тем меньше уровень шума Тем меньше нагрузка на нашу с вами нервную систему Деревья и кустарники в городской среде также регулируют режим влажности Нагреваясь, поверхность листьев деревьев и кустарников Испаряет в воздух большое количество влаги К примеру, один хорошо развитый блок Испаряет в день около 600 килограммов воды Повышение влажности на 15% Воспринимается организмом как понижение температуры Аж на 3,5 градуса При проектировании городской застройки Нередко возникает необходимость защиты ее от неблагоприятных ветров Которые являются довольно частыми явлениями и в Черкесске Когда город Черкесск строился и развивался, вот это ветрозащитное свойство растений использовалось очень широко Наш город, особенно с восточной части, где у нас преобладающая роза ветров, оттуда ветра у нас дуют Был обсажен прекрасными лесополосами, мощными лесополосами Кстати, многие из них даже были обсажены из ценных пород деревьев Дуба И вот мы, судя по тому, что сейчас эти дубы уже желуди имеют То можем сказать, что возраст этих лесополос уже больше 50 лет Дуб начинает размножаться и давать желуди, когда ему исполняется 50 лет То есть это старые лесополосы, их нужно, конечно, беречь Потому что лесополосы, вот одна лесополоса, небольшая лесополоса Где деревья посажены, к примеру, 8 рядов И высота деревьев в 15-17 метров Обладает ветроостанавливающими свойствами на расстоянии примерно 600 метров То есть примерно в радиусе 600 метров от этой лесополосы Скорость ветра останавливается и снижается до 25-30% На моих глазах лесополоса превратилась в молодой лес А там что? Дуб, ясень, американский клён, карагач, это основные Кустарники, бузина там всякая такая, волчалыка, вот такое всякое И что вы думаете? Покуда лесополоса была как кустарник, что-то никому она не приглядывалась Сейчас, когда стал, да, дуб уже стал плодоносить Петушки из клёнов летят, с ясеня тоже летят, понимаете? Вдруг смотрю, а я же говорю, регулярно хожу Вырубки начались Лесополоса на юго-востоке Черкеска высаживалась ещё в советское время Но на сегодняшний день от неё практически ничего не осталось Причём вырубались такие породы деревьев, как ясень и дуб Ущерб колоссальный И последствия нанесённого бреда совсем скоро скажутся на жизни всего города Выделяет участок 40 до 50 деревьев Вырезается, потом выкорчёвывается, распахивается И что вы думаете, эти самые любители Кукуруза Тыква Иногда картошка И иногда некоторые садят деревца какие-то или кустарники Типа смородина или яблони Понимаете? И вот сейчас посмотрите, что там делается Рубка идёт, рубка, рубка По вырубке деревьев и кустарников в черте города много вопросов у горожан Со стороны может показаться, что рубят всё подряд Однако это далеко не так Прежде чем вырубить зелёное насаждение У нас комиссионно обследуются зелёные насаждения На предмет того, что где они растут Вот недавно буквально на кооперативной 17-15 Жаловались о том, что мы спилили деревья Эти деревья росли на канализационной сети Что вообще недопустимо в этом понимании в нашем Потому что эти деревья обнимают Корни этих деревьев Обнимают, ну это я так утрированно говорю Канализационный колодец И тем самым он его ломает И канализация становится на подпоре Это первый момент То есть все деревья, которые растут на сетях Которые мешают электрическим сетям, газовым сетям Эти деревья вырубаются Ну, конечно, если есть возможность Мы делаем обрезку Например, если это что касается электрических сетей И газовых сетей А если это проходит на водопроводной сети Либо на канализационной То деревья убираются, конечно же Но при всём при этом Перед тем, как к нам спилить эти деревья Мы их обследуем Если же с виду кажется, что визуально дерево Хорошее, красивое, с зелёными листочками То, как правило, внутри уже у него гнилой ствол И гнилые корни Тем самым это, опять же, в такую погоду Увеличивается риск того, что они упадут И нанесут непоправимый ущерб И не только имуществу жителей Но и здоровью Понятно, что зелёные насаждения В черте города не высаживаются хаотично Для этого существуют определённые нормативы Во внимание принимается В том числе время года Есть определённые нормативы Например, если где-то федеральные Или трассы, которые проходят по городу У нас есть нормы Что сажаются деревья Чтобы, учитывая это так Что если крона дерева уже разрастётся Чтобы она не касалась уже проезжающих автомобилей То есть там определённые есть нормы Нормы, которые я сейчас не могу вам сказать Например, по таким трассам федеральным 15 метров, по-моему А по городским землям где-то 5-7 метров Но это, опять же, надо точно смотреть В зависимости от того, ширина дороги Есть ли там газоны То есть есть ли там места специальные для посадки деревьев Не проходят ли там какие-то канализационные сети Либо водопроводные сети В общем, если не проходят коммуникации То деревья сажаются в таком порядке То есть, например, если есть, опять же, место, где посадить дерево Говорят, что мы спиливаем все деревья Мы пилим сейчас старые гнилые деревья Которые уже изжили свой срок Да, есть деревья, которые можно, например, оставить И сделать формовку Мы, конечно же, эти деревья формуем Делаем, чтобы парусность уходила Чтобы во время такого сильного ветра И даже не сильного ветра Просто бывает резкий порывистый ветер Мы убираем парусность дерева И оно уже не приносит такой, скажем, угрозы для жителей Ну и опять же, мы же сажаем деревья Мы на одно дерево сажаем три дерева взамен Просто если где-то их сейчас пока не видно, этих деревьев Они еще маленькие Но потом они через какое-то время, они же вырастут И жители увидят, как мы работаем Являясь органической частью планировочной структуры города Зеленые насаждения активно участвуют в создании ландшафтов жилых районов Крупные зеленые массивы, расположенные между отдельными районами Объединяют их Придают городу целостность и законченность За придворовую красоту ответственность несут сами жильцы многоэтажек И это правильно Хотите любоваться ухоженными участками, сидя на лавочках Предложите для этого усилия Если же жители дома на своей придомовой территории Обычно, как правило, многоквартирные сейчас дома Их придомовые территории сейчас благоустраиваются Вот уже сколько лет в рамках программы формирования комфортной городской среды То, конечно же, жители сами должны выходить и сажать эти деревья Иногда мы, мэр города наш, иногда бывает дарит людям елки Какие-то красивые деревья декоративные Но, как правило, на придомовой территории Жители дома должны ухаживать сами за этими деревьями Потому что у нас на городской территории очень много работы Где мы, вот если вы заметили Сейчас Зеленстрой готовит места для посадки новых саженцев, деревьев То есть на разделительной поленина тоже все увидели, что там меняется чернозем То есть очень большая работа у нас сейчас запланирована И вот к майским праздникам, я думаю, город немножко уже другими красками заиграет Все больше узнаем о пользе зеленых насаждений Оказывается, растения своей листвой уберегают нас от ультрафиолетового излучения Которому, кстати, больше всего подвержены люди со светлой кожей и светлыми глазами Вот за комментариями на эту тему мы решили обратиться к врачу-онкологу На приеме у врача-онколога наши предположения подтвердились Прямых солнечных лучей надо опасаться Ультрафиолет ничего хорошего не обещает Основными причинами, факторами риска появления злокачественного заболевания кожи Является солнечная инсоляция, то есть это ультрафиолетовое облучение Ионизирующее излучение, которое попадает на нашу кожу Это имеет очень большие риски для развития злокачественного заболевания кожи Непосредственно наличие у человека длительно незаживающих ран Различных язв, которые могут привести к заболеваниям кожи, таким как рак кожи Обязательно внимание нужно обратить на наличие родинок на теле Если имеются травмированные невусы или родинки Необходимо обращаться к врачу-онкологу-дерматологу Необходимо консультироваться и принимать решения о дальнейшей практике лечения Что предпринимается врачом-онкологом при обращении на прием При наличии подозрительного новообразования Первым этапом проводится выполнение дерматоскопии Дерматоскопия – это исследование специальным прибором новообразований кожи Под увеличением При многократном увеличении в десятки раз увеличивается образование При этом исследовании И соответствующим образом онколог-дерматолог уже видит Какую тактику лечения, диагностики лечения необходимо дальше предпринимать Мы выполняем в нашем диспансере весь необходимый спектр биопсии кожи Направляем на ацетологические и гистологические исследования У нас все эти лаборатории здесь присутствуют После выполнения установки диагноза Дальше мы предпринимаем лечение У нас существуют основные три вида лечения Это проведение хирургического лечения Проведение лучевой терапии, рентген-терапии, а также фотодинамическая терапия В летний период обязательно нужно помнить о том, что необходимо одевать головные уборы Нужно закрывать нашу кожу, шляпу, кепку с широкими полями Особенно это касается лиц со светлыми глазами и со светлой кожей Потому что данный тип людей более подвержен образованию злокачественных заболеваний Поэтому нужно обязательно быть осторожными И под открытыми лучами солнца долго не нужно находиться Возможно, не придавая значения таким комментариям специалистов Цифры, которые они озвучивают Мы сами подвергаем себя опасности Ведь каждый думает, что с ним это никогда не случится За 2023 год, согласно нашим статистическим данным Выявлено около 300 первичных пациентов С озвукочечными новообразованиями кожи Которые были подвержены дальнейшему лечению В условиях нашего лангомической диспансера То есть обследование и лечение было проведено у нас О том, что природа оказывает благоприятное воздействие На психику человека, на его нервную систему На его здоровье в целом Мы как будто бы все хорошо знаем И особенно это ощущаем весной, когда все расцветает И чаще слышится приглашение Махнем на шашлычок Зеленые насаждения имеют мощное психологическое воздействие на человека Даже если человек не любит, даже если человек не смотрит Если он не сентиментален Но тем не менее зеленый цвет, природа зеленого цвета В том, что он успокаивает Снимает напряжение Снимает усталость Помните в эпоху наших с вами молодостей В школе парты каким цветом были выкрашены? Зеленым Зеленым и голубым Потому что именно этот цвет Он снижает усталость и напряжение Чем больше зелени вокруг нас Тем спокойнее наши нервы Чем больше зеленых насаждений Тем больше продолжительность жизни у людей Тем меньше всяких различных смертей От внезапных факторов Инсульты, инфаркты И вот такие внезапные летальные исходы Это мнение специалиста разделяет и ландшафтный дизайнер Многолетний опыт которого также подтверждают Все полезные свойства зеленых помощников Каждое дерево имеет свою энергию Самое, конечно, сильное – это дуб Энергетически сильное дерево – это дуб Есть деревья потребителей, а есть деревья доноры Деревья доноры отдают свою энергию Испокон веков наши предки прислонялись к дереву И получали энергию По сути, если так разобраться во всех деревьях То можно к любому дереву человеку подойти, дотронуться Дерево оно само должно принять Ты почувствуешь теплоту Значит, это твое дерево Мужчина и женщина тоже, в принципе, это не просто так деревья называли Дуб, ясень, например, это же мужские деревья Береза, ель и все остальные – это более женские Конечно, легче, лучше подойти и попробовать дерево Оно должно вас принять Трава – это обязательное условие Вот раньше, почему люди детей выпускали босиком ходить По траве, по росе ходили Мы сейчас все в обуви ходим Это для того, чтобы мы получали энергию от земли Так лечились люди Роса та же самая Вот это вот, даже вот коклюш, который наш Детей выводят на улицу в раннее утро, чтобы они дышали росой Коклюш проходит Заземление происходит, когда мы ходим босиком, землей Мы становимся, она нам отдает энергию Мы становимся к ней ближе У нас больше, не бывает, если ребенок ходит босиком по земле По камушкам, по тем же самым У него не бывает никогда в жизни плоскостопия Сколько сейчас плоскостопия этого всего? Босиком детей пускайте, пускай ходят они по земле Пускай они с нашей планетой будут на одном уровне У нас энергетика будет правильная Да, зелень не только радует глаз, но и благоприятно сказывается на нашем здоровье Современный уровень цивилизации удалил человек от природы Поэтому теперь нам ее особенно не хватает Кстати, мода на зеленые насаждения тоже не стоит на месте И в скором будущем на улицах республиканской столицы, во дворах жилых домов мы увидим новые ее проявления Сейчас есть последний тренд моды Это скопленные насаждения То есть сажаются кучкой можжевельники, кучей злаковые, например, сажаются Вот именно они как куртинками сажаются Вот сейчас такого нету Отдельно посадил и все Это вот последний тренд Это обязательно, чтобы оно было, как дикие джунгли это называется Конечно, естественно, оно будет выделять много кислорода Люди будут меньше болеть Естественно, очень хочется, чтобы сажали побольше растений И для людей это очень полезно Сейчас меня очень радует, что сейчас у нас появился культ созерцания в городе Это люди раньше как, подошел цветочек понравился, сорвал его, да, и пошел себе посадил Сейчас нет, люди сидят, вот это зеленый остров, какой у нас шикарный зеленый остров Они просто созерцают, они сидят, они отдыхают, они дышат вот этим вот кислородом чистым Они не трогают эти растения, это меня очень как ландшафтника радует Городские коммунальные службы также прислушиваются к мнению жителей республиканской столицы Во внимание принимается даже то, что в том или другом дворе проживают люди, склонные к аллергическим реакциям Мы вот всегда обсуждаем этот момент Обычно мы хотели как-то в один момент возле ЗАГСа посадить березы Тут вышли какие-то у нас люди, которые говорят якобы, что на березу аллергия у людей Теперь мы решили посадить липы, теперь липы говорят, что вроде бы тоже на них аллергия То есть тут такие есть моменты, где те деревья, которые когда-то в советское время сажались И ни у кого не было на эти деревья аллергии Теперь жизнь меняется, наверное, воздух меняется, что-то меняется В общем, мы опять же выбираем какие-то новые сорта деревьев Вот сейчас мы стараемся, если вы увидели на Демиденко, у нас был такой пилотный проект Мы посадили катальпу и лжеакацию Ну вот она у нас как-то хорошо принялась И я думаю, что, может быть, будем именно уже уходить от больших, высоко таких ствольных деревьев Мы будем, наверное, уже такие больше с красивой кроной, с красивыми листьями Ну уже больше такие декоративные деревья будем сажать Но опять же, которые достаточно тень для людей будут создавать Говорят, в Черкесске вместо каждого вырубленного дерева высаживают три Подтвердить это или опровергнуть может только время Но ясно одно, что город, в котором когда-то деревья были большими, нужно просто любить И тогда тебе непременно захочется сюда вернуться Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!